Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Накопилось много вопросов от зрителей, предлагаю на них ответить. Давайте попробуем. Первый из них – это как вести себя, если в семье разделение у всех членов семьи, родителей, братьев и сестер, наших детей, друзей и разные взгляды на текущую ситуацию. Мы спорим, а с кем-то перестали общаться, что делать? Ну, наверное, это естественно. Трудно ожидать, да и не нужно добиваться какого-то единомысля у всех членов семьи и близких по всем абсолютно вопросам текущей повестки дня. Понятно, что мы сейчас переживаем очень сложное время, и это естественно, что у людей, люди по-разному относятся к тому, что происходит, дают разные оценки событиям. Но при этом все-таки надо понимать, что поверх всего это человеческие и духовные ценности. Прежде всего, если это близкие люди, то ценность общения, ценность родственных связей, они должны быть выше мнений о текущих политических событиях. Ни в коем случае нельзя ругаться, ни в коем случае нельзя прерывать общение. Ну, хорошо, человек воспитан в определенных правилах каких-то, в определенных константах. Ну, вот у него такое мнение, а я вижу по-другому. Ну, хорошо, убедились, что мы в этом не сходимся. Ну, и отложили эту тему, оставили. Вы знаете, это нормальное качество. Его надо все воспитывать, уметь принимать человека, у которого есть какие-то отличные от твоих мнения по тем или иным вопросам. Обязательно так надо делать. Спасибо. Следующий вопрос от Александра. Меня мучает страх перед будущим. Мне кажется, что мир катится в пропасть. Что делать? Не могу переживать о судьбе Родины, близких своего народа. Он не одинок в этом. Многие люди сегодня ощущают нечто подобное. Я думаю, что любой думающий человек, который задается вопросом, а что будет дальше, он тоже стоит на таком же распутье. Видите, в чем дело? Сколько бы мы ни гадали о том, что будет завтра, оно наступит независимо от нашего к нему отношения и наших фантазий на эту тему. Есть одна не очень приятная вещь. Мы практически ничего не можем сделать, не сможем сами изменить. Не мы принимаем решения, не мы определяем, чему быть завтра. Поэтому я думаю, что для верующего человека, я надеюсь, нас смотрят верующие люди, для верующего человека есть одно действенное средство – это молитва. Молитва может очень многое. Если мы будем по-настоящему глубоко и горячо молиться, то многие проблемы, которые есть, они будут решаться. Увы, все человечество сегодня зашло в очень нехорошую сторону. И действительно, мы не знаем, что будет завтра. Но, с другой стороны, кроме молитвы у нас ничего не остается. – Вопрос от Надежды. Сегодня много говорится о том, что надо любить свою страну. Мне кажется, у многих людей это чувство утрачено. Когда мы росли, нам хотелось быть гражданами мира. Что такое любовь к Отечеству? Как ее можно обрести? Как научить этому детей? – Вы знаете, по этому вопросу можно собрать, ну, по крайней мере, сделать несколько передач. И собрать множество людей, которые бы с разных сторон объяснили, ответили на этот вопрос. Потому что, действительно, патриотизм – это очень глубокое чувство, которое вырастает в человеке, который растет, воспитывается в традициях своей культуры, своего народа, своей страны. Он слушает свои сказки в детстве, песни, ездит по своей стороне, видит ее красоты, побеждается его сердце этими красотами, знает свою историю, гордится ей или скорбит о каких-то ее страницах. Но это невозможно вот так вот взять, знаете, как преподобный Серафим Саровский говорил про добродетель. Мы сами как-то упоминали это, да? Добродетель – не груша. Ее вдруг не съешь. Ну, вдруг имеется сразу вот так вот, как сочную грушу. Взял и сразу съел. Так и патриотизм. Его невозможно вот так вот где-то вот сказать. Так, нам нужен патриотизм. Так, я должна воспитать своего ребенка патриотом. У меня там 20 минут есть на это дело, да? Невозможно. Патриотизм – это то, что естественным, органическим образом вырастает в сердце человека, правильно воспитанного в своей стране. Вот я бы так сказал. Ну и, конечно, помимо истории, природы, песен и всего прочего, очень важно то, как живут люди сегодня. То есть, живя в своей стране, нужно гордиться этим. Насколько мы сегодня имеем на эту возможность, да? Вот из таких составляющих складывается патриотизм. Ну и, конечно, если постоянно смотреть куда-то и говорить, что там все хорошо, у нас все плохо, вот у нас теперь Макдональдс, у нас ушел, какой ужас, да? Как мы теперь будем жить и прочее. Конечно, вот когда, видите, в чем дело, очень трудно привить патриотизм меркантильному сердцу. Сердцу, которое привыкло только к одному – потреблению, да? И ищет, где можно устроиться и потреблять как можно больше, вкуснее и лучше, да? Там, конечно, о патриотизме невозможно говорить. Ну, вот я думаю, что тут очень много составляющих, и об этом должна думать и каждая семья, каждый человек, и государство в целом. И очень сильно должны думать об этом, да. Много рецептов сейчас мы можем увидеть в интернете, в прессе и так далее, да, и формальных, и неформальных. Но это все вместе. Труд очень большого количества людей, он может подвигнуть молодежь на то, что она будет любить, ценить и гордиться своей страной. Еще вопрос. Не противоречит ли служба в армии и канонам церкви? Как молиться за родных и знакомых, которые служат в армии и могут попасть туда, где идут военные действия? Это вопрос, который на протяжении всей христианской истории люди задавали и ответ на который пытались найти. Мы знаем твердая заповедь в священном писании – не убей. И мы понимаем, что армия – это место, где человек идет и берет в руки оружие. Есть одно объяснение того, что армия, по крайней мере, армия христианского государства, должна быть армией, обороняющейся, защищающей себя. Вот оборонительная война, она не является в глазах церкви чем-то совсем хорошим, потому что все равно это вынужденное убийство. Но, по крайней мере, мы говорим о том, что человек, который взял оружие и защищает свою страну, свое отечество, своих близких, людей, которые тут живут, он выполняет свой долг. И мы даже применительно к таким людям вспоминаем слова Евангелия о том, что «больше всей любви никто же имеет, так кто душу свою положит за друзей своих». Мы знаем, что армия – это место, где человек не идет не убивать, а умирать. Эту возможность тоже надо обязательно иметь в виду, учитывать. Но все равно, при всем том, что церковь и благословляла освободительную или оборонительные военные действия, церковь благословляла воинов, оружие, и всегда это делала. В то же время есть правило Василия Великого, которое говорит о том, что воин, который на войне убил человека, отлучается от причастия. Вот понимаете, вот эта антиномия, которых очень много в жизни и очень много в церковной жизни. С одной стороны, церковь его благословила, она его перекрестила, она окропила с водой оружие, которое он взял, и она молится о его победе. То есть, она молится о том, что он победил, а для того, чтобы победить, можно кого-то убить. Но в то же время, когда он убивает, она отлучает его от причастия на три года. Потому что все равно это смерть человека. Какой бы ни был человек, враг, неприятель, не знаю, кто бы ни был, но это человек, такой же образ Божий, такой же, как этот солдат, который его победил. И поэтому, с одной стороны, мы освящаем, благословляем, а с другой стороны, мы не даем забыть о том, что это все равно грех, это все равно противно Слову Божию. Война – это результат грехопадения человеческого. Ее не должно быть в человеческой природе, не должно быть в человеческом обществе. Не должно было быть, но есть, потому что совершилось грехопадение. Если ваши близкие находятся на войне, если они где-то тут, о них надо молиться. Изо всех сил. Я знаю людей, которые молятся такой двоякой молитвой. Они просят, чтобы Господь сохранил их, родного человека, от смерти, и помог бы ему никого не убить на этой войне самому. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. У поклонного креста, на месте уничтоженного в 30-е годы 20-го века Троицкого капитального собора Симбирска, верующие встретили чудотворную казанскую жадовскую икону Божией Матери. Она является главной святыней Симбирской митрополии. По традиции, берущей начало еще с середины 19-го века, в мае-июне, образ приносится во все храмы Симбирской губернии. С ним совершается крестный ход. Мы встретили чудотворную жадовскую казанскую икону Божией Матери. И по традиции, которая достаточно долго здесь существует в Симбирске, она существовала еще до революции, в 90-е годы была восстановлена, мы идем крестным ходом в собор, где она будет находиться некоторое время, и после этого будет перенесена поочередно во все храмы города Симбирска. «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Крестный ход с чудотворной иконой возглавили митрополит Симбирский и Новоспадский Лонгин, епископ Барышский и Индинский Филарет, епископ Меликевский и Чердоклинский Диодор. Предыдущие два года он не совершался из-за пандемии коронавирусной инфекции. Казанская жадовская икона Божией Матери была явлена в 90-е годы 17-го века на роднике села Жадовка. Первое принесение образа с крестным ходом состоялось в 1848 году ради избавления от эпидемии холеры. Болезнь отступила, а благочестивая традиция крестного хода с иконой сохранилась вплоть до 1924 года, когда обитель была закрыта и разграблена. В период гонений на церковь икона хранилась у благочестивых христиан. Лишь в 2004 году крестный костный был возобновлен. Чудотворная казанская жадовская икона Божией Матери пребывает в жадовском мужском монастыре Барышской епархии. Верующие прошли по центральным улицам города до Спаса Вознесенского кафедрального собора. Участие в крестном ходе приняло несколько сотен человек. Некоторые из них впервые. Это первый раз мы принимаем участие в крестном ходе. Честно говоря, это было желание моего ребенка. Я говорю, Юляш, пойдем принимать участие в крестном ходе. Она говорит, пойдем. Вот-вот мы пошли. Очень волнительно, очень благостно. Слава Богу, что мы идем вместе с нашими единомышленниками. Очень приятно. Надеемся, что это не последний раз. Слава Богу за все. В Спасово-Изнесенском соборе был совершен молебен Божией Матери. Материал-Изнесенский собор Митрополит Лонгин поздравил всех собравшихся с принесением великой святыни и возобновлением традиционного крестного хода. Владыка напомнил всем о смысле этой традиции. Мы идем для того, чтобы засвидетельствовать свое торжество и свою радость. Мы идем для того, чтобы как можно больше людей могло принять хотя бы мимолетное участие в этой радости и в этом торжестве. Мы идем крестным ходом для того, чтобы воздух и все вокруг нас осветилось бы шествием святых, которые мы несем на этом крестном ходу. Я желаю, чтобы каждый, кто будет молиться перед иконой Божьей Матери чудотворной, каждый бы получал просимое. Казанская Жадовская икона Божьей Матери будет находиться в Ульяновске до 28 июня. Казахстан